В эфире Ньюсейдер, американский политический обозреватель Рамис Юнус. И поговорим мы сегодня о наступлении команды Байдена на Кремль. Какие сигналы посылает Вашингтон, Россия и почему путинская администрация больше не сможет безнаказанно пересекать одну за другой красные черты. Об этом мы поговорим. Присоединяйтесь к нам на платформе Патреон, чтобы получать дополнительный контент. Ссылки найдете в описании к этому видео, в первом комментарии и по ссылке вот на этом экране в правом верхнем углу, где Вы также найдете видео, в котором я объясняю, почему имеет смысл поддержать Ньюсейдер именно на платформе Патреон. Рамис, спасибо Вам большое за участие в нашей передаче. Наши зрители очень рады Вас видеть, потому что Вы даете прекрасный анализ и замечательные прогнозы, которые обычно сбываются. И вот я помню, мы с Вами говорили неоднократно в предыдущие месяцы, непосредственно перед инаугурацией Байдена, о том, что для Кремля начинаются новые времена. И вот сейчас мы видим подтверждение Ваших слов. Вчера администрация Байдена приняла первые санкционные меры против Кремля, и они выглядят достаточно жесткими, потому что там не только на самом деле персональные санкции, там не только санкции против организации, там санкции фактически секторальные. Там целый ряд есть пунктов, которые, в общем-то, означают, что Россию выдавливают в очередной раз за очередную красную линию. Запрет на экспорт оборонных товаров, запрет на кредитование со стороны американских государственных учреждений в отношении России, запрет на экспорт различных, как я понимаю, компонентов, которые могут использоваться при создании химического оружия. Вот как Вы считаете, эти введенные меры, как в качестве первоначального, так сказать, шага, они насколько серьезны? Я Вас приветствую еще раз, уважаемый Александр, спасибо за приглашение. Что касается теперь такого, опять же, объемного вопроса, Вы обычно в своей преамбуле задаете огромное количество тематик, поэтому дайте мне тоже возможность как-то тезисно пройтись по этому, тем более мы с Вами, как Вы отмечали, виделись месяц назад в Вашей студии, за этот месяц произошло много что событий. Я помню нашу последнюю беседу, и как раз-таки я тогда сказал, что партия только начинается, то есть игра между Байденом и Путиным, вот как раз-таки она начинается. И посмотрите, что произошло за этот месяц, вот пока пришли вот к тем санкциям, о которых Вы сейчас отметили, которые прозвучали вчера буквально, вчера официально, на официальном уже уровне. А за месяц произошло именно так, когда партия началась, свой ход дипломатический, то есть словами произнесла администрация Байдена, устами самого Байдена, устами его официальных лиц, которые отвечают за вопросы внешней политики и национальной безопасности, это Энтони Блинкен и Салливан. Салливан, а потом уже, если Вы помните, сам Джо Байден на Мюнхенской конференции, и здесь очень важно это отметить для зрителей также, Мюнхенская конференция – это такая платформа, такая же, как Даус, куда приглашают всех. А вот, например, G7, семерка большая, там уже России нету, потому что восьмерки нету, после 2014 года ее оттуда удалили. Вот, а на этой семерке встретились развитые страны, а вот в Мюнхене приглашают всех. Мюнхенек часто делал свои крылатые заявления, и первое такое программное заявление – тот самый Путин, когда уже завинтил гайки у себя в стране и заявил об окончании однополярного мира, это было в 2007 году. Тогда Запад на его слова серьезно не обратил внимания, и тогда последовала агрессия против Грузии в 2008-м. Он не получил по рукам, как говорится, он пошел дальше, 2014 год, аннексия Крыма, бойни на юго-востоке. Это все, это все вот проходило оттуда. А вот на Мюнхенской конференции, если вы обратили внимание на речь Джо Байдена, там он назвал две страны – Китай и Россия. И именно Китай и Россию официально не прогрессили на Мюнхенскую конференцию. Их там не было, понимаете? И это было заранее сделано, заранее оговорено, сами понимаете, по дипломатическим каналам, уже заранее знали речь, которую будет произносить, она была заранее отправлена. И после этого уже пошли телодвижения с двух сторон. Первое телодвижение кто сделал? Первое телодвижение сделал как раз-таки президент Зеленский, который сразу получил, так сказать, отмашку. Все понимают, что он не делал этого все то время, что он был президентом, когда был здесь президентом Дональд Трамп. И вдруг после вот этого такого выступления он принял решение наложить санкции на вот эти пропутинские каналы Медведчука. Моментально. И он пошел и еще начинает уже ужесточать каждое телодвижение, политические заявления и акции внутри страны. И на внешнеполитическом арене эти все моменты говорят о том, что президент Зеленский является как раз-таки тем самым политическим лидером и Украина, той самой страной, где могут схлестнуться интересы США и России и, соответственно, союзников США по НАТО. Как вы думаете, а Зеленский вот это вот сделал в связи с тем, что он получил, возможно, какие-то гарантии из Вашингтона? Однозначно. Ежели Зеленский до этого этого всего не делал, это говорит о том, что у политического руководства Украины они же не самоубийцы, они же не могут это все делать. Они вот до этого ничего не делали. Даже в рамках нормандского формата вот все застопорилось, несмотря на то, что год прошел после встречи Зеленского с Путиным под патронажем, да, Меркель и того же Макрона, и как будто бы было обещано. Но возле ныне там и никаких изменений, и только сейчас они прекрасно стали понимать, что на самом деле Путин ни шагу назад в вопросе Донбасса не сделает, он не для того его захватывал. Вот, а что делают Украине в этой ситуации? Я помню, я на украинском телевидении часто выступал, у Вас здесь выступал, и я как раз таки им говорил, законсервируйте эту проблему, Путин все равно там ни на какие уступки не пойдет, но Вы должны наводить порядок у себя дома. И в первую очередь Вы должны закрыть дорогу информационной войне, которую ведет Россия против Вас. Я это несколько раз говорил на ключевых украинских каналах, и, слава Богу, президент Зеленский уже сделал, набрался решительности. Но решительность, это, сами понимаете, сама по себе в большой политике не бывает, тем более такая страна, как Украина, напротив стоит такая страна, как Россия. То есть и этот момент, после этого встречное тело движения уже пошло со стороны той же России, и пошли сначала пока заявления, заявления, говорящие о том, что вполне может быть активизация. То есть обычно, когда готовится, зондируется что-то, вот вспомните и Грузию в восьмой год, вспомните и Крым, вот эти все, идет сначала активный информационный сброс, идет зондаш такой. И вот сегодня, если Вы наблюдаете за средствами массовой информации, пропагандистскими российского телевидения, тогда начинаешь понимать, что сегодня основной, вот это направление основного удара, которые сегодня хотят, из Москвы видят, как они понимают, они понимают, что это где-то, скорее всего, произойдет в районе Украины. И уже идут разговоры о Мариуполе, уже идут разговоры о Херсоне, то есть угроза такая идет, да не дай бог там, вот Украина начнет, не дай бог, то есть начнет же, сами понимаете, вот так же, как в 2008 году, кто начал, в 2014 году, кто начал. То есть это всегда так, если вспоминать того же Гитлера, кто начал, провокация всегда делается для того, чтобы пойти в атаку, да, а потом объявить виновным противоположную сторону. Так и здесь, и вот этот зондаш, разговор о том, что Мариуполь и Херсон, и вбрасывается это сегодня в информационное поле, хотя именно Мариуполь и Херсон, если посмотреть на географическую карту, и понятно для чего, это же совершенно, это же и в экономическом плане, и в политическом плане, это хорошо для того же Крыма, который они до этого аннексировали, а там ближе еще и к Одессе, и по Черному морю. То есть это вся та территория, которую они в принципе по ошибке или по невозможности, или по каким-то другим причинам, они не сделали в 2014 году, когда они могли это сделать. Понимаете, они тогда могли сделать. Сегодня это застопорилось, а сейчас вот у них как будто бы появится повод. Но они недооценивают ситуацию, которая изменилась в Украине. Украина очень сильно изменилась за эти годы, и уже Украина 2021 года, это не Украина 2014 года, Украина уже имеет достаточно сильную армию, и хорошо оснащенную армию, а если поинтересоваться тем снаряжением, которое Украина последнее время получает, и из каких стран, ну тогда станет понятным, что Украина учитывала и учитывает опыт Азербайджана, и идет буквально по этому же направлению, и как раз-таки страны, которые поставляют и помогают, как раз-таки среди них находится и Турция, и Израиль, и западные страны также, которые помогают оснастить, модернизировать украинскую армию. Да, если Россия решится на что-то такое, то здесь уже будет не так, как было в 2014 году, и это может ударить, как не только по Украине, это ударит по самой России. Пойдет ли Путин на это? Это другой вопрос. А как вы думаете, а Соединенные Штаты в этом случае выступят на стороне Украины в военном противостоянии? Ну пусть это будут даже трактористы и шахтеры с той стороны формально. Я хочу, чтобы вы понимали бы, Соединенные Штаты, НАТО, они на прямое лобовое столкновение, по сегодняшний день, еще с Россией нигде это не происходило. А если трактористы будут? Всегда это происходит, за счет Вьетнам, вспомните, Северный, Южный, Вьетнам, если вспоминаете. То есть они будут стоять, они будут стоять и поддерживать ту страну, которая сегодня с их точки зрения находится на стороне добра. Поэтому сегодня идет этот зонтаж. Политическая поддержка есть, экономическая поддержка есть, военная поддержка есть. Другое дело, сегодня я хочу, повторюсь опять же, Украина 2021 года, она совершенно другая страна. Если многие в России сегодня занимаются вот так шапкозакидательством, вот так бравируют, ну это я имею в виду в области информационной агитации, но спецслужбы России, они прекрасно осведомлены о возможностях современной Украины. И я не думаю, что это будет вот просто так решение. Пока идет информационная война, идет нагнетание. И это открыто видно. Это видно и со стороны российского, с российской стороны, это видно и с украинской стороны. Но Путин пока не реагирует напрямую, да, вот в ответ на действия Зеленского против Медведчука и его каналов. Дело в том, что, зная характер Путина и монитория всю его политику за последние 20 лет, мы видим, что он еще нигде не оставался без ответа. Он везде выжидал, долго, может быть, иногда выжидал, но он свою, как говорят, ответку делал. Поэтому, безусловно, ответка за этого Медведчука вполне может какая-то последовать. И где она последует? Откуда она последует? Внутри самой же Украины, где очень много представителей пятой колонны, таких же Медведчуков, там же вагон и тележка. Поэтому это может последовать и не только в идеологическом плане, это может последовать в конкретном и военном плане, это может последовать в качестве террористических каких-то актов на территории той же Украины. То есть я к тому говорю, чтобы понимали бы, как в Украине, так и в России, вот это нагнетание страстей, которое сегодня происходит со стороны Кремля, в первую очередь, оно должно серьезно озадачить эти два братских народа. Я позволю себе один маленький вопрос. А вот смотрите, сегодня новость, что ДНР, так называемая террористическая структура, разрешила открывать упреждающий огонь по позициям Украины. Это, так сказать, первая ласточка или это так, текучка? Как вы думаете? Это все вписывается, вот все то, что я вам говорил, потому что сейчас идет нагнетание страстей, понимаете? Поэтому и российское общество должно это понимать, куда продвигает вот эти сумасшедшие интересы вот этот собиратель земли русской. Потому что это на самом деле совершенно другая будет ситуация, нежели это было в 2014 году. И это два братских народа, как будто бы, да? И это происходит в центре Европы. И это происходит на фоне вот такого столкновения, которое пока идет политическое между Западом и Россией. Я напомню в этой связи заявление генерального секретаря НАТО, который буквально на днях сказал, что если Россия хочет прямого столкновения, она получит это столкновение. Я вот, кстати, напомню, что и Байден 26 февраля сказал, что мы стоим на стороне Украины в борьбе с российской агрессией. И буквально вот сразу же одновременно с этим наносится удар ВВС США по позициям проиранских боевиков. И не согласуется этот удар с Россией. Никто ее не предупреждает. Можно ли сделать из этого вывод, что слово с делом у Байдена расходиться не будет? Ну, пока, во всяком случае, все то, что было заявлено в предвыборной кампании и все то, что было заявлено уже после 3 ноября, а когда уже были номинированы новые лица его администрации и плюс последние, вот те заявления, о которых я давеча отметил, все это говорит о том, что политики той, которая была при Дональде Трампе, конечно, не будет. Все будет совершенно на противоходе, как я всегда говорю, диаметрально противоположное. То есть сегодня, ежели во времена Трампа Россия только на бумаге была в качестве стратегического неприятеля в даре национальной безопасности, то сегодня это от слов на этой бумаге переходит в предметную плоскость. Другое дело, еще раз повторюсь, как я всегда это отмечал, Россия это не какая-нибудь банановая республика, это ядерная держава, это член Совета Безопасности постоянный, и поэтому вот, может быть, многие, которые обращают внимание, что эти санкции, может быть, опять же, недостаточные, но не в достаточной мере, но если бы мы анализировали бы все эти санкции и какой экономический ущерб они буквально за последнее время нанесли российской экономике, то вы увидите, что буквально это масштабы несопоставимые, там вы понимаете, это порядка 200 миллиардов долларов, это же для нынешней ситуации, для России, это же огромная сумма, поэтому, более того, это же увеличивается, вот это санкционные все давления, и по мере увеличения этого санкционного давления, как вы отметили, и помимо точечных, они же идут еще секторальные, то есть это вот давление будет каждый раз увеличиваться и увеличиваться, за счет чего Путин будет закрывать дырки, как во внутренней политике, и за счет чего он будет вот сдерживать вот это давление, начиная с Белоруссии и до Южного Кавказа, потому что вы же видите, вот он, например, принимая в Сочи Лукашенко, он в очередной раз выделил ему финансы, он в очередной раз ему, ну, он стабилизировал, он стабилизировал ситуацию в Белоруссии, надо отдать должное, то есть именно как раз-таки за счет мягкой силы, и за счет чего? За счет того, что он учел ошибки 2014 года в Украине, он не пошел в открытую, он видите, каким образом сумел, он просто прекрасно сыграл на беззубости Евросоюза, обратите внимание, и на том, что все это время Соединенные Штаты вообще не вмешивались, тогда еще была администрация Дональда Трампа, если вы понимаете, и поэтому он, зная о том, что такого сильного давления в районе Белоруссии не будет, и он сумел стабилизировать эту ситуацию, и он этого Лукашенко опять же привел в очередной раз к своему ногтю, как дальше этот Лукашенко будет себя вести в перспективе, мы это увидим, но во всяком случае сегодня полностью Лукашенко уже зависит лично от самого Путина, поэтому он стабилизировал там, но он туда потратил уже 4 миллиарда, откуда он берет эти 4 миллиарда? У россиян, от российского налогоплательщика, теперь Украина, если в Украине такое что-то произойдет, это же тоже огромные деньги, сегодня идет дестабилизация обстановки в Молдове, вы видите, что новый президент Молдовы, Майя Санду, уже второй раз не может протащить премьер-министра, почему? Потому что большинство у бывшего президента пророссийского Додона, и они не пропускают, а по конституции, если два раза не проходит, она может распустить, конституционный суд не позволяет ей это сделать, наметился, значит, политический кризис очередной, это в Молдове, там, где есть Приднестровье, но Россия, вот видите, там еще обстановка не такая напряженная, как, например, в Украине, и в Белоруссии не такая, поэтому напряжение вот здесь в Украине, идем в Южный Кавказ, вы видите, там тоже очень напряжение нарастает, Ереван, Армения и Грузия, буквально одновременно, и там, и там, и там, и там сталкивается кто? В Армении, это однозначно сталкивается Запад и Россия, и сегодня мы видим, что пока преимущество на стороне Запада, я имею в виду Пашиняна и поддерживающих его сторонников, хотя, конечно, они не в том же количестве, какие они были в 2018 году, когда он приходил в власти, но сегодня после даже, несмотря на поражение во Второй Карабахской войне, сокрушительное поражение, которое ему нанес Азербайджан, который освободил свои семь районов и часть Нагорного Карабаха, вот, а другая часть, как вы знаете, пока находится под контролем российских, так называемых, миротворцев, вот, но все равно пока Россия его не свергла. В Грузии идет противостояние сторонников Саакашвили, сторонниками Иванишвили, самого богатого грузинского олигарха, который приехал туда из Москвы. Поэтому, вот, в Азербайджане, например, сегодня пока стабильная ситуация, стабильная ситуация, она именно из-за того, что здесь Россия и Турция пока договорились, то есть, если бы не было бы Турции, естественно, Россия творила бы в Азербайджане все то, что она творит сегодня в Грузии, что она творит сегодня в Армении. Поэтому, вот это все, если брать с Белоруссии до Южного Кавказа, это же огромная территория, это же огромные средства, которые нужно реализовывать, которые нужно вкладывать. У России сегодня они есть. Исходя из этого, я просто делаю вывод, что ближайшее время, вот за этот один месяц, что мы в прошлый раз с вами разговаривали, посмотрите, как много событий произошло. И вот эти все события, сейчас в марте, в апреле, в мае месяце, они будут идти по нарастающей. Вот где прорвет? Скорее всего, вот сегодня, я так понимаю, вот эти страны, которые я назвал, следите внимательно за Украиной, следите внимательно за событиями в Грузии и в Армении, потому что они сегодня на острие. То есть, смотрите, получается, что вот с приходом Байдена Россия, точнее, путинская администрация, восприняла заявление Байдена, теперь уже его прямые решения, видимо, как вызов, да, и Россия начинает каким-то образом форсировать вот эти ситуации вот на поясе, вот на этом, который вы обозначили, полагая, что Соединенные Штаты, ну, наверное, тоже будут пытаться вот на этих зонах каким-то образом играть, да, играть свою демократическую игру. Правильно я понимаю? То есть, вот так это начинает выглядеть. Борьба за, ну, за какую-то глобальную демократию, так сказать, на территориях постсоветского пространства. Это, я не знаю, борьба за судьбу, наверное, бывших советских колоний, я бы это так назвал. Дело в том, что это вторая часть, как я всегда говорю, морализонского балета. То есть, после развала Советского Союза, они как будто бы все эти 15 союзных республик стали независимыми, но единственное свободное плавание отпустили тогда Прибалтику, а эти 12 республик ими никто не занимался. И это была большая ошибка тогдашней администрации Клинтона и в целом европейских вот этих стран, главных старой Европы, которые подумали, что как, ну, все там станет само собой. Как видите, ничего само собой там не стало. Везде, где пришли так называемые демократические силы, они были свергнуты, значит, с Белоруссии и до Южного Кавказа, и даже Центральную Азию, если вы возьмете, да, и пришли, опять же, бывшая партноменклатура из спецслужбы. И сегодня уже, посмотрите, какие огромные средства и силы вкладывает вот цивилизованный мир для того, чтобы вернуть все в ту ситуацию. А почему? Потому что тогда это можно было бы сделать, например, малой кровью. К сожалению, история не имеет своего сослагательного наклонения, и мы имеем то, что мы имеем. И вот весь вот этот подбрыжье, так скажем, вокруг российских, европейских границ, так скажем, оставим пока Центральную Азию, говорит о том, что столкновений будет именно здесь. Столкновений не будет на территории Европы. Столкновений именно будет на европейской части Советского Союза, бывшего Советского Союза. И это для Путина жизненный, это, как вам сказать, это, знаете, вопрос жизни и смерти. Особенно, когда это касается таких стран, как Беларусь и Украина. Потому что, ну, во-первых, славянские народы, государствообразующие страны, они Советский Союз в свое время создавали. А если вы вспомните еще Закавказскую Федерацию сто лет тому назад, то есть именно из Закавказской Федерации тоже входила, куда входили Азербайджан, Армения и Грузия, это все как раз таки и создавало Советский Союз. Поэтому тот вектор, тот алгоритм, который создавал Путин все эти годы на восстановление Советского Союза в каком-то другом виде, в каком-то другом виде, это и есть его главная политическая задача. И это все начинают уже осознавать и понимать. Да, Ромиш, мы видим, что сейчас, наверное, наиболее активно все-таки сопротивляется Украина. И она далеко ушла вот в этом вот европейском демократическом векторе от остальных стран. И, в принципе, Зеленский, мне кажется, нанес Путину очень серьезную пощечину. То есть, почему пощечину? Потому что вот мы сейчас все в медиапространстве обсуждаем, что Путина, в принципе, унизили тем самым. А раз мы это обсуждаем, значит, в принципе, так оно и есть. И я думаю, что Путин, по идее, неизменно должен ответить. Потому что если он не ответит, то это, во-первых, будет означать, что он, в принципе, да, готов сносить унижения от того, кого он считает, как бы, более слабым противником. А значит, он признает, что этот противник, на самом деле, не такой уж и слабый, да, что у него есть союзники. Вот. Ну, и во-вторых, это будет означать, что в остальных постсоветских странах, поглядев, например, Украины, поймут, что, в принципе, с путинскими агентами можно достаточно безопасно расправляться. Потому что за это ничего не будет. Дело в том, что, во-первых, я не согласен с вами, что Украина больше всех продвинулась в этом вопросе. Больше всех продвинулась, если мы говорим о евроинтеграции, конечно же, Грузия. Украина идет на втором месте, если имеется в виду реформы, которые внутри страны. Потому что в обязательном порядке реформы должны были произойти внутри страны. И то, что могла сделать Украина в 2005 году, в 2010 году, она только стала реализовывать это сегодня. Если мы сравним масштабы, Украина еще очень далеко до Грузии. Потому что, в первую очередь, она не решила вопрос со своими олигархами, она не решила вопрос со своей коррупцией, которая сегодня буквально пожирает это украинское общество. Впервые за все эти годы президент этой страны, кто бы ни был, он пошел на открытый вот такой политический антипутинский жест, потому что он прикрыл именно конкретно антиукраинские, пророссийские пропагандистские каналы, и не просто кого-нибудь, личного друга, родственника, кума, как хотите его называйте, Медведчука, который все эти годы финансово поддерживал вот этих сепаратистов и все то, что происходит сегодня в Украине. И он не один. И, естественно, заметьте, по сегодняшний день это не делалось. Простой вопрос. Вот пускай все зрители зададутся. Почему на уровне президента страны, кто бы ни был, тот же Порошенко этого не делал. Почему страна не может этого сделать? Значит, они наверняка понимали риски, которые есть в этом вопросе, насколько это завязано на России. Вы представляете, насколько Украина была вот так не защищена? И сегодня она достаточно не защищена. Но есть уже политическая поддержка, и они эту поддержку... Знаете, вот тут на днях стало известно, что, оказывается, Байден, когда аннексировали Крым, говорил тогдашнему министру иностранных дел, ну, собственно, Климкин об этом разговоре и рассказал, что, говорит Байден, что я-то за жесткие решения. Ну, у меня есть президент Обама, на которого я должен ориентироваться. В 2014 году это было вот так. Сейчас Байден сам президент. И мы видим, что, ну, приходит Байден, говорит речи, совершает дела, и мы видим тут же, да, изменение тональности у Зеленского, потому что вряд ли Зеленский это сделал вот так просто по своей инициативе, тем более, что многие отмечают, что, к сожалению, Владимир Зеленский, не будучи профессиональным политиком, по большому счету действует обычно не по собственной воле, а в соответствии с тем, какую программу ему кто спустит, кто на него какое больше влияние окажет, кто ему какие гарантии даст. То есть, ну, это, конечно, как бы не Порошенко, да, но даже Порошенко не осмелился, хотя Порошенко известен как достаточно жесткий, последовательный противник России, очень аккуратный, очень профессиональный. Поэтому, ну, как-то, мне кажется, что это, конечно, Байден. Это сигнал со стороны Вашингтона. Ну, во-первых, я немножко не согласен с вашими характеристиками того же Порошенко и Зеленского. Зеленский и в нравственном плане, и в чисто патриотическом плане намного выше стоит в этих вопросах, потому что можно словами говорить, что ты не любишь Россию, как это говорил Порошенко, вот на этих лозунгах приходит к власти, и в то же время продавать конфеты Рошен и заниматься своим бизнесом по сегодняшний день на территории России. То есть, вы понимаете, не стыкуются очень многие моменты и делать свои деньги в то время, когда... Зеленский тоже же выступал там со своими произведениями и так далее. Ну, то есть, это сложный вопрос, мне кажется, что здесь... Позвольте, еще раз я вам отвечу. Порошенко это делал, будучи в должности президента. То, что он делал до этого, это не играет никакой роли. Вот ты стал президентом, ты должен был сказать, подавитесь моим бизнесом, вы мой враг, вы ведете войну против нас, ты уже президент. Зеленский, все, что вы говорите, делал эти свои выступления тоже до того, когда он стал президентом. Сегодня он это делает? Сегодня тут вся его команда, которая... квартал там 95, они это делают? Нет. Я к Зеленскому очень критически отношусь, так же, как к Порошенко. Ну, просто я их сравниваю, сравню, я вижу, что Зеленский сделал сегодня то, что не сделал Порошенко за все годы своего президента. Ну, с другой стороны, как бы сказать, внутреннее патриотическое ядро часто критикуют в Украине Зеленского именно за то, что он, в принципе, развалил то, что делал Порошенко. То есть, армия мова вера, вот это все просто пошло прахом. То есть, нет профессионализма, нет последовательности, нет стратегии. Ну, то есть, короче, Зеленский, это как Трамп, но только без ресурсов, да, которые имела, имеет Америка. Можно говорить, кто есть кто, только после того, когда у вас будет критерий, на котором вы это будете проверять. Во времена Порошенко на Донбассе ничего не происходило уже, вы понимаете, да? И поэтому можно говорить, ты сильный или слабый. Он эту тему оставил и передал эту тему как раз-таки тому же Зеленскому. И вот этот нормандский формат, и все эти переговоры. То есть, он все это передал ему по наследству. В то же время оставил эту пятую колонну во главе с этим Медведчуком, понимаете? Да, тут спорить не буду. Не буду. Не, ну, и вообще, конечно, Зеленский в ключевых моментах, да, во всех своих преступлениях, он... Он же начинает сегодня. Вот процесс пошел. Давайте посмотрим, давайте посмотрим, вот что будет делаться дальше. Как он будет показывать свои зубы. Насколько... Потому что тогда же Соединенные Штаты, когда пришел тот же Порошенко, совершенно не так же вели с самого начала, когда пришел. Тогда тоже была мощная поддержка. Просто в зависимости от того, как ты президент Украины, кто бы ты ни был, что ты хочешь сегодня. Если президент Украины будет сто процентов думать только на расчет Евросоюза и на расчет Соединенных Штатов, он, конечно, ничего не добьется в своей стране. Посмотрите тот же пример Азербайджана. Вот посмотрите, например, Азербайджан. Азербайджан находится в таком вражеском окружении. С севера Россия, с юга Иран. Рядом Армения, с которой Азербайджан воюет. Запад критически относится к правительству в Азербайджане. Ну, в силу проблем с правами человека и со всеми другими проблемами, которые есть на всем постсоветском пространстве. в обрезок Нагорного Карабаха. 30 лет Запад совершенно не поддерживал Азербайджан. То есть, вот эти, минский формат, типа вот как то, что происходит сегодня в Украине, да, в нормандском формате. То есть, ни война, ни мира, 30 лет, и никто не поддерживал Азербайджан. Каким образом Азербайджан одержал победу? Вот эту, ту победу, которую он сегодня получил. Именно Азербайджан стал изнутри готовиться вот все эти годы, создал вот эту армию, и когда пришло время, Азербайджан получил такого союзника, как Турция. Вот этот путь, которым должна идти Украина, я всегда это подчеркиваю, потому что, если сегодня рассчитывать только вот на так называемых союзников по Евросоюзу, вы посмотрите, Россия за эти годы чего добилась? Разброд и шатание. Если завтра нужно будет принимать решение 27 странами, посмотрите, сколько стран может выступить на стороне той же России. Бывшие соц. страны, сегодня даже я услышал одну информацию, что бывшие министр иностранных дел Австрии, женщина, на свадьбе которой танцевал Путин, она принята в совет директоров Роснефти. Вспомните, Герхарда Шрёдера и всех остальных лоббистов России. Поэтому... Более серьезная проблема. Вот только что новость. Премьер Словакии, страны Евросоюза, очень некорректно пошутил, когда журналисты Радиоэкспресс просили его, что он пообещал России в обмен на вакцину Спутник, а мы знаем, что вроде как решено правительством Словакии закупить 2 миллиона доз вакцины. Он сказал, пообещал я Закарпатскую Украину в обмен на этот препарат. Ну, естественно, что тут же реагирует глава МИД Украины и он говорит, что, ну, говорит, это, конечно, очень некорректно и жаль, что своими высказываниями Словацкий премьер портит очень дружеские и искренние отношения между Украиной и Словакией. То есть, ну, реально путинская агентура, в общем, работает. И Путин раскалывает Европу, в том числе, кстати, вакцины. Вот я бы хотел потом услышать от вас комментарий по поводу вакцины Спутник-5 как политическое оружие, а это политическое оружие, это не медицинский препарат однозначно, потому что многие говорят о том, что, во-первых, он не проверен, во-вторых, ну, многие жалуются просто на тяжелые последствия, на то, что, в принципе, ну, в некоторых организмах просто не вырабатываются антитела. То есть, это очень-очень серьезное оружие, которое при этом не является даже, собственно, медицинским препаратом. Позвольте, я вернусь пока к тому, что я не завершил, а потом мы поговорим об этой вакцины. это иллюстрация просто тому, что вы говорите. Да. Дело в том, что, когда вот я говорил, что Путин стремится расколоть, и ему это удалось надо отдать должное, расколоть НАТО, расколоть Евросоюз, частично, да, особенно во времена вот Дональда Трампа, учитывая такое негативное отношение Трампа к Евросоюзу и к самому НАТО, и он получил то, что он получил. И для того, чтобы сегодня это все собрать, опять же, в единую систему, за один день, за один месяц, Дональд Трамп будет с 7,5 и во лбу, ему это не удастся. И мы это видим сегодня, даже вот в вопросе того же Северного потока-2, вы видите, как продолжает сопротивляться та же Германия, и как в унисон Германии поет президент Франции Эммануэл Макрон, который собрал... А это тоже путинская агентура? Я имею в виду вот те люди, которые защищают сейчас интересы Северного потока-2 в Германии. Дел... Северный поток-2 защищает все в Германии, я имею в виду политический истеблишмент, откровенно это делает президент Вальтер Штайнмайер, который был до этого министром иностранных дел, сама Ангеля Меркель этим занимается, вся ее команда этим занимается. вот, учитывая то, что сегодня у России есть одно из самых сильнейших, так сказать, лоббистских структур, это как раз-таки территория Германии, не забывайте, что Германия, когда объединялась, там же половина территории это ГДР, и сколько там осталось агентов комитета госбезопасности и многого другого, мало кто знает, кроме тех, кто их в свое время готовил. Поэтому мы можем судить по тому, как это работает, эта машина. И вот заявление, я очень хотел бы, чтобы здесь очень важно было обратить внимание на то заявление, которое делают отсюда с Вашингтона как раз-таки новые лица, новой администрации, которые говорят о том, что у Соединенных Штатов достаточно других возможностей для того, чтобы сблизить свои отношения стратегического партнерства с такими странами, как Украина, Грузия, в первую очередь на постсоветском пространстве. И они объясняют это, вспомните, взаимоотношения Соединенных Штатов с Израилем, с Южной Кореей, с Японией и с Австралией. Эти страны не входят в систему НАТО, но если кто-то сегодня в мире подумает напасть на Израиль, Южную Корею, Японию или Австралию, они в первую очередь увидят перед собой Соединенные Штаты. Поэтому я так думаю, что если у Украины, и это, скорее всего, уже было доведено до руководства Украины, будут какие-то проблемы с тем же НАТО, где вот эти лоббистские структуры пророссийские будут всячески тормозить любые политические или экономические решения, вот так, типа как Северный поток 2 или какие-то другие преференции в отношении Украины и Грузии для того, чтобы ускорить их интеграцию в Европу, тогда Соединенные Штаты, конечно, будут использовать вот этот механизм. И я вижу, что сегодня как раз-таки активность Соединенных Штатов на постсоветском пространстве, она в первую очередь, если вы обратили внимание, она происходит именно в Украине. Почему? Потому что все те, кто сегодня вот на нынешней администрации сидят, это как раз-таки специалисты по Украине, которые часто ездили туда, включая самого Байдена, Виктория Нуланд, который заместитель Энтони Блинкена, сам Энтони Блинкен, Салливан, они все делали свою карьеру именно как специалисты по Украине. И поэтому, учитывая те ошибки, которые они до этого сделали, что дало возможность произойти тому, что произошло, и учитывая то, что сегодня вот даже вы озвучили, что Джо Байден не захочет быть Бараком Обама 2, и у него есть все возможности для этого, поэтому я так думаю, он достаточно серьезно будет сегодня заниматься Украиной. И в России это прекрасно понимают. До чего это дойдет? До прямого лобового столкновения, как я говорю, в районе Донбасса? Или же это будет опять же вот такая гибридная вальна, как вот вы говорите, провокационные вот эти моменты. Это буквально мы увидим в ближайшие месяцы. Поэтому я вчера буквально статью написал, в российской прессе ее опубликовали в известиях. Я так и назвал, что весна будет очень жаркой, потому что ходы уже сделаны первые, дебютная партия уже разыграна, и мы сегодня будем свидетелями Миттельшпиля, как если говорить, шахматной терминологии. И кто в этой шахматной терминологии, кто в этом Миттельшпиле сделает лучшие ходы, комбинацию, добьется темпа, это мы будем видеть буквально в ближайшее месяце. Но однозначно могу сказать, что этот год будет годом противостояния России и США именно на постсоветском пространстве. Хорошо, скажите, пожалуйста, а вот этот удар ВВС США по Сирии, я напомню, что он был произведен из контролируемого России воздушного пространства без предупреждения в адрес российских военных. Вот эта акция со стороны Байдена, первая военная коротенькая операция, это что такое? Это демонстрация силы вообще всем игрокам в регионе и в том числе России? Или это все-таки достаточно узконаправленное воздействие на Иран? Мы, кстати, видим, что вот сегодня, например, опять последовал ракетный обстрел авиабазы США в Ираке. Собственно, на такие вот обстрелы, которые происходили в феврале, Байден как раз и ответил. Он сказал Ирану, что это предупреждение, да, предупреждение в том смысле, что это мы пока еще просто вам как бы показываем, что мы можем, мы не хотим эскалации. Как вы думаете? Александр, когда Байден выступал на Мюнхенской конференции, он что сказал? Америка is back. То есть Америка вернулась. И она на самом деле, коль она вернулась, она же не только вернулась на постсоветском пространстве, она вернулась в НАТО, она вернулась в Евросоюз, она вернулась на Ближний Восток. Понимаете? С Ближнего Востока же как будто бы Соединенные Штаты ушли, а вот теперь, ежели Соединенные Штаты там бомбят, значит, они возвращаются и туда так же. А это не только вот эта точечная бомбежка. В зависимости от того, как там пойдут дела, в зависимости от того, как будет развиваться противостояние между Россией и Соединенными Штатами, увидим такие же активные действия именно в районе Ближнего Востока точно так же. Потому что одно дело, военные столкновения, заметьте, непосредственно на границах с Европой, другое тело, мы прекрасно уже из истории мы знаем, они очень легко идут на военные столкновения где-нибудь далеко от своих границ. Это было еще во времена Советского Союза и Соединенных Штатов. Поэтому вот этот самый Ближний Восток, вот как раз-таки та территория, которую они бомбили, та территория, которую они находятся под контролем России и Сирии, и Ливия еще тут рядышком. Очень много там таких моментов, где еще вопрос буквально висит на волоске. Например, сегодня в Сирии якобы временное перемирие под руководством России, Турции и того же Ирана. Все эти три страны никогда друг друга не любили, исторически друг с другом воевали, тут временно у них совпали какие-то интересы. Турция член НАТО, в Турции последнее время идут потепления взаимоотношений между Турцией и Соединенными Штатами, вот с этой новой администрацией, мы это видим открытым текстом, то есть заявление госсекретарь позвонил министру иностранных дел Турции, потом советник по национальной безопасности разговаривал с советником из Турции, заявление, которое произвущали на сессии НАТО, вот, и все остальное говорит о том, что Турция для НАТО один из важнейших стратегических партнеров и включая этот регион. Поэтому вот эта бомбежка, завтра какая-то другая активность, все это говорит о том, что именно там тоже возможно столкновение между Соединенными Штатами и Россией. Поэтому я уже не говорю о том, что касается, вы говорите, Ирана. С Ираном тут, я так думаю, все идет к тому, чтобы Иран и США и вот те остальные страны в рамках шестерки вернулись бы к этой ядерной сделке. Просто одно дело риторика, которая вот говорится, но сам факт того, что сделаны такие заявления базовые, которые говорят о том, что сегодня возможно переговоры и возврат, и эти переговоры уже идут, и скорее всего срок взят до весны, и они вот в данную минуту также продолжаются, я думаю, они договорятся. То есть ядерная сделка возврат, ядерная сделка будет. Это бомбежка, это также некоторое силовое давление, силовое давление на тот же Иран, как вы отметили правильно, в плане того, что, то есть коль мы возвращаемся в регион, значит мы возвращаемся в регион, а если мы возвращаемся в регион, не забывайте, что в регионе у нас есть достаточно союзников, у нас здесь союзников и Израиль, у нас здесь союзников та же Турция, которой Турция никогда же не будет выступать. Кстати, я слышал, что премьер Израиля сказал Байдену, что ядерного оружия у Ирана не будет, вне зависимости от того, будет ли сделка или нет. То есть не Танях у нас строен по-своему и серьезно. Вы должны понимать, что все те заявления, которые делает сегодня премьер-министр Израиля, однозначно они согласованы с Вашингтоном. Он никогда, за 70 лет, за 70 лет существования государства Израиля, ни один премьер-министр государства Израиля никогда никакого судьбоносного тела и движения не делал бы, в любую сторону. Если бы он не получал добрый. То есть, короче, в принципе, стороны, да, теоретически готовы идти до конца, вплоть до военного уничтожения ядерных объектов Ирана. Вы об этом говорите? Или они будут сажать его за стол переговоров? Стороны, нет, я имею в виду, Иран не готов на это идти. Иран при всех вариантах ищет любую лазейку для того, чтобы договориться. Это то, что бравада, которую они говорят там для внутреннего пользования, уропатриотизм, это другой разговор. Иран прекрасно понимает, что у него нет возможности сопротивляться. Ни США, ни тем более США вместе с Израилем. А кто будет на стороне Ирана воевать? Я уже не говорю о том, что в самом Иране обстановка недостаточно такая стабильная. То есть, я к тому это веду, что, но, тому же Израилю и тем же Соединенным Штатам тоже не хочется воевать. Для чего им воевать сегодня? Вы думаете, Иран это что, вам Афганистан? Там совершенно другая ситуация. Поэтому, наоборот, здесь выгодно обеим сторонам договориться. И вот эта выгода, она открытым текстом сейчас просказывает. Только не будем забывать, что Иран находится под очень жесткими санкциями, в том числе, в первую очередь, в рамках нефтяного эмбарга. Иран и ведет, главная его забота в том, чтобы его освободили от этого. Поэтому Иран заинтересован именно в этом. И Соединенные Штаты как будто бы согласны пойти на это. Ну, здесь, понимаете, браваду мы сейчас оставим, что идет публично. Переговоры идут в данной минуте. И ближайшее время, наверняка, более-то, переговоры ведут, чтобы вы знали, не только МАГАТЭ, а вот эти страны-шестерки, в первую очередь, союзники США по Евросоюзу. Я имею в виду Франция, Великобритания и Германия. И я думаю, они всегда были на стороне Ирана. Они всегда были за эту ядерную сделку. И я думаю, эти страны имеют свои рычаги влияния на тот же Тегеран. И они сумеют убедить и Тегеран. Естественно, убедят и Соединенные Штаты. Здесь все хотят сохранить лицо. Все хотят сохранить лицо для того, чтобы восстановить эту ядерную сделку. Скорее всего, это, если не произойдет какого-то форс-мажора такого-то, что маловероятно, потому что это тема ядерного оружия. И здесь интересы даже таких стран, как Россия и Китай, они совпадают с интересами Соединенных Штатов. Потому что той же России совершенно невыгодно, чтобы у Ирана было ядерное оружие. Потому что завтра Иран может вести совершенно себя не так с Россией, как он ведет, например, по сегодняшний день. Одно дело там строить атомные электростанции, другое дело, когда у этой страны есть еще ядерное оружие и она уже может вести совершенно не ту политику прогнозируемую, которую всегда она вела все эти годы. Более того, она была стратегически близкой как раз и к Москве, а не к Западу. Поэтому я думаю, что тема ядерной сделки скорее всего придет к своему положительному завершению. Но другое дело, как это опять же отразится на вот всем том подбрюше, о котором мы давече говорили, вот в передаче мы об этом разговариваем, это мы увидим, я говорю, в ближайшее время и может быть активизация военных действий опять же в районе Сирии, активизация военных действий в районе Ливии, это вполне вероятно, потому что там все, там во-первых, чтобы вы знали, в Ливии они Россия и Турция по сегодняшний день до конца не договорились, в Сирии тоже это временное, то есть я имею ввиду там, где временное такое, да, то есть тонкое, тонкое, лед этот может поломаться, и здесь как раз-таки это та самая территория, Украина тоже такая же территория, но Украина настолько близка к Европе, что Европа сейчас, поэтому вот этот Макрон, поэтому и Ангеля Меркель, и все эти европейские страны, которые все эти годы вели себя как Даладье, чем Берлен, с Путиным, да, они хотят опять же продолжить эту политику, им легко это было до этого, но сегодня Джо Байден открыто сказал, больше возврата к этой политике не будет, и мы это будем открыто видеть, вот то, что сегодня происходит, например, в Армении, в Армении, это тоже четко говорит о том, что посмотрите, вы что думаете, вот просто так Пашинян открыто так сопротивляется Москве, кто такая Армения? Ну, вообще, да, там интересная история, кстати, он оскорбил Эскандеры, потом пошли у него внутренние терки с главой Генштаба, которые явно как бы на стороне Кремля, вот сейчас пошли уже слухи, что могут этого главу Генштаба уволить, то есть в Армении идет борьба между силами Пашиняна, ну, грубо говоря, так вот, проевропейским, если считать, Пашиняна все-таки как человека, пришедшего на волнественной революции, и с другой стороны силами, которые лояльны это именно так, это на самом деле так. а вы думаете, что Пашинян какие-то сигналы из Вашингтона получает, да? Ну, однозначно, неужели вы думаете, что сегодня Пашинян вот так сам по себе показывает зубы Москве, и каким образом он сегодня еще как-то держится, каким образом вот сегодня при всем негативе, который там имеет сегодня Россия, у Армении внутри страны, не экономически, то есть экономически, вся экономика сегодня находится в руках той же России, в любой сфере, если так взять. Поэтому рычагов влияния на ситуацию у Пашиняна очень мало, и единственное, что может ему помогает сегодня, это вот поддержка населения, опять же, она уже не в той мере, которой она была два года тому назад, потому что он представляет проигравшего правительства, все-таки для них эта война оказалась такой моральным таким ударом, что еще не скоро Армения придет в себя. Исходя из этого, и несмотря на это, Пашинян еще держится, и Россия не может его свергнуть. Здесь понимаете, что получилось? Из двух зол армянский народ сегодня выбирает меньшие, как будто бы, то есть зло худшее это вот пророссийские Кочарян и Саркисян, а меньшее зло это Пашинян. Кстати, обратите внимание, что ведь конфликт начался как раз в высказывании Саркисяна, правильно я говорю, собственно, бывшего премьера, он же сказал, что ну вот, мол, вы могли бы, чтобы выиграть войну, применить ракеты, а Пашинян ему как бы заочно говорит, что мы вот попробовали запустить эти ракеты из Кандера, они не разорвались, после этого, собственно, и возник этот скандал, причем, интересно, что Россия, Российская администрация восприняла заявление Пашиняна как оскорбление, как вот удар по репутации своего оружия, но мы понимаем, что эта репутация российского оружия в значительной степени была дискредитирована во время, собственно, самой этой войны в Карабахе, до этого в Ливии, до этого в Сирии. Если вы помните, после 10 ноября, когда был подписан вот это соглашение, как его называют соглашение о капитуляции, и в первую очередь в Армении, так и называют соглашением о капитуляции 5 ноября, была первая попытка свергнуть Пашиняна, была одна попытка, сразу питинги начались, он исчез на одно время, его никто найти не мог, помните, ворвали с кабинет министров, его хотели физически устранить, вот, потом через некоторое время он объявился, никто не знает, где он прятался, одни говорят, он прятался в посольстве США, другие говорят, он прятался на базе российских войск в Гюмри, что маловероятно, опять же, вот, потому что те, которые ворвались в парламент и в правительство, это были пророссийские силы, потом, 17 партий там собрались, хотели его свергнуть уже через парламент, это тоже им не удалось, и вот сегодня, вот эта тема с эскендерами, и тут уже генералитет встал, там почти 45 высшей команды и состав, человек, из них 40 человек выступили против, во главе с начальником генштаба, а если вы посмотрите на послужной список всех этих людей, вы увидите, что это все те люди, которые оканчивали высшие военные учебные заведения именно в Москве, то есть это как раз пророссийские представители вооруженных сил Армении, которые, они уже попытались, но опять же это им не удалось, он обратился к населению, вы видели, если сопоставить митинги оппозиции и митинги Пашиняна, пока он держится, пока он побеждает, как вот недавно один армянский политолог сказал, где-то процентов 60-40 в пользу него, насколько он будет долго держаться, это мы увидим в ближайшее время, но факт остается фактом, потому что четко сегодня там схлестнулись именно интересы Запада и России, другое дело, что Запад в лице тех же США, той же Франции, там и самая активная это Франция, американцы еще даже не дошли до туда, несмотря на то, что американцы там как будто бы имеют самое большое посольство на постсоветском пространстве, второе в мире, там сотрудников американского посольства в Ереване пять раз больше, чем этих сотрудников вы увидите в Москве на улице Чайковского, понимаете, там в Москве около 500 человек, а здесь в Армении более 2000, такой маленькой Армении, сами понимаете, какие интересы схлестнулись здесь, в этом маленьком регионе, поэтому, как будут развиваться события, мы это увидим тоже в ближайшее время, Россия, конечно, постарается в этой игре использовать Карабахскую карту, она же не просто так сегодня пришла туда, и она не просто так сегодня там окапывается и укрепляется, но у России достаточно слабые позиции сегодня здесь, на Южном Кавказе, в первую очередь, потому что уже на Южный Кавказ пришла Турция, как бы Россия этому не сопротивлялась бы, Турция уже пришла, и Турция, так же, как и Россия, тихо-тихо наращивает свое и политическое, и экономическое, и военное присутствие, и как вы думаете, кого будут поддерживать США и НАТО в этом регионе, Россию или Турцию, так что внимательно следите за процессами, которые будут происходить и в Армении, и в Грузии, потому что в конечном итоге, в конечном итоге, это и станет то же самое критерием, то же самое лакмусовой бумажкой, которую можно будет, после которого можно будет и прогнозировать развитие ситуации даже внутри самой же России. Рамис, вот этот вопрос, который я сейчас хочу задать, должен был, наверное, в начале задать, но задаю его в финале нашей беседы. Дело в том, что вот это были ведь не просто санкции, да, против России, вот сейчас, введены со стороны администрации Байдена. Там был очень жесткий комментарий. Впервые за всю, наверное, новейшую историю мы видим, что государство США официально обвиняет государство России, а именно ФСБ, российское правительство, вот так там это вот в официальном заявлении было сказано, в применении химического оружия против собственного гражданина, ну и предполагается, видимо, применение химического оружия вообще, в принципе, потому что, понятно, что Навальный был не единственной жертвой вот этого новичка, а что это значит вообще? Вот такие обвинения. Кстати, в Кремле очень серьезно воспринято сигнал, там отреагировали и возмутились, что обвинили аж целое ведомство и ФСБ, но, кстати, они аккуратненько обошли тот момент, что обвинено было говермент, правительство России в химической атаке. Ну, во-первых, это не первый раз такое заявление делается, это заявление делалось и до этого, это заявление делалось и во время Советского Союза, поэтому это вполне уже укладывается в риторику политических заявлений, которые делают обычно со стороны Вашингтона в отношении Москвы. За все годы, и это было во время Холодной войны, эту риторику мы увидим повторение этой риторики и сегодня. Просто многие сегодня не помнят, как это выглядело тогда, это противостояние. Противостояние между США и Советским Союзом тогда было намного жестче, чем сегодня. И оно, это противостояние, оно в военном плане выливалось, я вам говорю, в Анголе, в Родезии, в латиноамериканских странах, во Вьетнаме, много где еще, понимаете, потом последний раз это было в Афганистане, где это была большая кровь. Я уже не говорю, это же все влияло на экономику Советского Союза, потому что это же все требует больших средств, я уже не говорю, звездные войны и многое другое. Вот сегодня, например, та же вот эта эскалация и вот бряцание оружием и то, что Россия сегодня огромное количество денег вбухивает, можно сказать, военно-промышленный комплекс вместо того, чтобы его вбухивать в социальную сферу, которая может улучшить жизнь обычных россиян. Мы же видим сегодня эти же протесты, который мороз, такой мороз был, который в эту зиму, которые были связаны с тем же Навальным или в принципе, это же не только из-за Навального, это просто то социальное недовольство, которое вот вылилось, да, они, как я вам в вашей студии же говорил, они купировали эту проблему и они купируют, потому что сегодня еще вот этот чайник не, ну, не дошел до такой кондиции, да, чтобы он начал кипеть, но все идет именно в этом направлении и идет медленно. И вот эти санкции, вот которые все делаются, и вот эти заявления, которые делаются, вы же, понимаете, если проследите внимательно за вот всем тем, что сегодня мы слышим с экранов российского телевидения, вот это ощущается, ощущается, что они начинают ощущать себя, вот как это было во времена 80-х годах Советского Союза, потому что круг сужается, круг сужается, сами понимаете, это же бьет не только по высшему эшелону власти в России, это бьет по всей России, и за счет чего они будут поднимать эту страну, вот эта бравада, которую мы видим с телекранов, это же не говорит о том, что это не выдают желаемые за действительные. Кстати, вот здесь уместно как раз-таки вспомнить, вот ваш спутник, ваш вопрос со спутником, то, что вы сказали, с этой вакциной, ну как можно эту вакцину продавать куда-то, а иногда даже поставлять бесплатно, когда ее не хватает производства самому, для самих граждан России, вы понимаете, о чем, кстати говоря, сказала, ну вот, немецкая представитель, говорит, ребят, как же вы можете продавать, вот эта странная тактика, вы свой народ обеспечить не можете, а продаете другим, при том, что у России, на самом деле, и для других, и для себя нету, вот этих самых доз, они только в проекте, они на бумаге, у самой России тоже мощностей нет для производства доз вакцины. Для них сегодня любая тема, любая тема, военная тема, вот интервенция в Сирию, интервенция в Ливию, для них эта тема какая? Это тема демонстрации силы для того, чтобы внутри уропатриотизм как-то консолидировать общество на фоне внешнего какого-то врага. Плюс, когда происходит такая пандемия, показать, что вот вы, а теперь уже для того, чтобы подействовать и на внешний мир, особенно на такие малоокрепшие страны, как Словакия, Чехия, Венгрия, вот бывшие эти самые страны, я уже не говорю страны третьего мира, да, которые сегодня в ужасном состоянии, пандемия же, она по всему миру прошла, и кто их вдруг здесь приходит к ним на помощь, та же Россия, та же Россия, понимаете, которая вот поставляет якобы вот этот спутник для них, то есть это все говорит о том, что это та же политика, которую вот проводил Советский Союз, вспомните, Советский Союз, сколько денег вбухивал в братские страны, так называемые, коммунистические партии, какие-то немыслимые проекты, а потом прощал эти деньги, а почему Советский Союз вот так развалился, да, этот колосс на глиняных ногах, а потому что для того, чтобы быть сильной страной, мощной, в первую очередь надо иметь не ядерное оружие, надо иметь мощную экономику, понимаете, этой экономики у них нету, эта экономика есть в США, эта экономика есть в Евросоюзе, эта экономика есть в том же Китае, в том же Китае, поэтому те страны, которые экономически сильны, они, например, заметьте, они не позволяют себе такую риторику, заметьте, Китай позволяет себе такую риторику во взаимоотношениях с Евросоюзом или с США, США позволяет, Евросоюз позволяет с Китаем такую риторику, нет, потому что Китай это вторая, третья экономика, вот они с Евросоюзом делают... они ведут себя ответственно, а это как бы вот, как сказал Иваново время моська и слон, зато говорит, у меня есть ядерное оружие, вот я могу это сделать. Не играйте с огнем. Моська с ядерными помоями. Мария Захарова говорит, они играют с огнем, не надо играть с огнем. Я к тому это веду, чтобы зрители бы ваши понимали бы, что насколько сегодня вот все дошло до какого-то рубикона, до какой-то красной черты, вот как они подчеркивают. Россия эту красную черту уже несколько раз перешагивала за последние два года, за время режима Путина. Я имею ввиду нарушение международного права в отношении Грузии, в отношении Украины. И это у них, и они пока это делали безнаказанно. Сегодня уже все понимают, что Путин считается только силой. Заметьте простой пример, уважаемый Александр. Путин почему считается с Турцией и с Эрдоганом? Потому что это единственный политик, единственная страна, которая показала ему зубы. Он показал это зубы в Сирии, он показал это в Ливии. Поэтому он даже на Южном Кавказе, заметьте, он ничего не смог противопоставить здесь, потому что Турция ему четко сказала, ты не вмешиваешься, тогда и я не вмешиваюсь. Пускай Армения с Россией, с Азербайджаном разбираются сами. Ты вмешаешься, тогда и я вмешаюсь. Тебе это надо? А он знает, что Эрдоган, если это сказал, он это будет делать. И он с ним считается, заметьте. Он с ним считается, он единственный, с кем считается, потому что этот президент показал ему зубы, силу показал. При всем при этом, заметьте, Эрдоган продолжает активно работать и с Украиной, потому что там крымская тема, вот эта крымская платформа, это крымские татары, это те же тюрки. И он поставляет байрахтары и помогает Украине сегодня. Он же не спрашивает разрешения на это у Путина. У него своя палец. Он говорит, там, где мы договоримся, мы там договоримся. Там, где мы не договоримся, готов ты к столкновению? Я лично готов. Он с ним поэтому считается. Заметьте, он не считается с Евросоюзом. Он с Ангелем Меркель и с Макроном не считается Путин. Посмотрите, как он, какую пощечину они влепили Боррелю в Москве. Открытым текстом опозорили его на весь мир. Это же кто был? Это был министр иностранных дел Евросоюза. Он приехал к тебе для того, чтобы руку протянуть или о чем-то поговорить. Вы его прогнали. Якобы вы не боитесь Евросоюза, потому что вы купили Евросоюз в ваших пониманиях за эти 20 лет. И вы это открыто говорите. Вы даже сегодня открыто говорите о том, что министр иностранных дел бывшей Австрии уже на вас будет работать в Роснефти. А до этого вы купили пачку других этих самых. На самом деле это так. Поэтому Евросоюз вот такой, с коротким, на коротком поводке. Соединенные Штаты же не такие. Поэтому Соединенные Штаты говорят, если с Евросоюзом у нас не получится единой системой работать. Мы будем работать вот так, как мы работаем с Израилем, с Южной Кореей, с Японией, с Австралией. И я очень хотел бы, чтобы как раз таки страны на постсоветском пространстве это понимали бы. Вот здесь я поэтому поддерживаю политику Азербайджана с Турцией. Вот они правильно это делают. Потому что, посмотрите, если у Азербайджана не было бы Турции, как себя повел бы Евросоюз? Как себя вот повели? Потому что Минская группа ОБСЕ, которая занималась Нагорно-Карабахским конфликтом, она 30 лет не занималась этим конфликтом. Более того, она не поддерживала Азербайджан в решении этого Нагорно-Карабахского конфликта. А сегодня Азербайджан эту проблему решил, опять же, не до конца, на 90% в свою пользу. Каким образом он решил? Вот он именно решил этим. Он нашел союзника, который нейтрализовал на время ту же Россию. И он, этот союзник уже на Южном Кавказе, Турция с Южного Кавказа, больше никуда не уйдет. Как это было 100 лет тому назад. Поверьте мне. Последний вопрос я бы хотел вам задать специально для наших зрителей. Что вы можете сказать? Несколько слов по поводу Горбачева. Все-таки какова его роль была? Ему сейчас 90 лет. И вот все вспомнили, заговорили. Он символ перестройки. Но действительно ли он был символом перестройки? Скажем так, он хотел развала Советского Союза? Или он не хотел и просто вот так получилось, что исторические события привели к развалу? Однозначно Горбачев развала Советского Союза не хотел. Горбачев по характеру слабовольный, слабохарактерный человек. Это устраивало Запад. Однозначно. Если бы на тот момент вместо Горбачева был бы Борис Ельцин или же Владимир Путин, Советский Союз не развалился бы, однозначно. Ельцин показал, как он это удержал бы. Он это показал, когда он бомбил в 93-м году Белый дом. Он это показал во время Первой Чеченской войны, когда он утопил Чечню в крови. Я уже не говорю о том, он это показал хорошо и на Горном Карабаке. 94-й год Бишкевский протокол и под патронажем Грачева, министра обороны, это министра обороны Бориса Ельцина. Поэтому Борис Ельцин это не Горбачев. Просто Горбачев оказался той самой политической фигурой, которая устроила всех тех, кто выступал против Советского Союза, как на постсоветском пространстве, в первую очередь, конечно, на Западе. Более того, он сделал все то, что нужно было Западу тогда, то есть он гарантировал безопасность ядерного оружия, вывели это ядерное оружие из Казахстана, с Украины и с Белоруссии на территорию России, вывел войска с Афганистана, вернул Сахарова, соединил два Берлина, вывел свои войска с Европы, то есть сделал все то, что его попросили сделать. Получил за это Нобелевскую премию, отработал, так скажем, все то, что он должен был отработать. Но, он же, когда это все делал, это же какая кровь была? С 1986 года, начиная со Средней Азии, в моем родном Баку, мы об этом говорили у вас в студии в прошлый раз, Черный январь 1990 года, и я уже не говорил, Грузия в 1989 год, и все остальное, то есть Прибалтики эти все события, то есть это была кровь, и эту кровь тоже на руках того же Горбачева. Поэтому давайте не будем идеализировать ни Горбачева, ни того же Ельцина, Ельцин тоже начал за здравие зубов, если сравнить даже Горбачева и Ельцина, Ельцин намного даже хуже оказался, чем Горбачева, намного хуже, потому что он как будто пришел на демократических лозунгах, все ему поверили, ГКЧП и все остальное, я был один из тех также, которые вот на этих самых лозунгах мы все как будто верили, и что он сделал с этой дочкой Дьяченко, и эти первые олигархи Березовский, Гусинский и все остальные, эти все были как раз таки из его ближайшего вооружения, а потом он эту власть кому отдал? Тому же Путину. Поэтому, знаете, когда кто-то говорит, я вспоминаю всю историю Российской империи, так скажем, Советский Союз тоже это империя, по сегодняшний день я помню только одного нормального такого царя, который на самом деле сделал какие-то реформы, это был Александр Второй, который отменил крепостное право, так они его так же взорвали, да, вот, в 1861 году, когда он крепостное право отменил, вот это как раз таки против него же тоже все, вот он как раз таки пошел на реформы, а все они реформы-то не делали, тот же Горбачев никаких реформ это не делал, посмотрите, как его воспринимают на постсоветском пространстве, никто от него не в восторге, зато от него в восторге на Западе, естественно он сделал то, что вот сегодня, сегодня, если кто-то сделает то же самое, там же, конечно он тоже будет в восторге, но другое дело, понимаете, я когда смотрю сегодня на то, что происходит в России, если мы это понимаем, если мы это анализируем, ну тогда и команда Путина, они прекрасно это понимают, это же спецслужбы, и они, видите, не повторяют ошибок Горбачева, они понимают, что сегодня идет вторая часть этого Морализонского балета, поэтому они вот так подготовились все эти 20 лет, они к этому готовились, они законодательства, под это подвели, они Росгвардию создали, чтобы когда вдруг ГКЧП будет, чтобы у них не было такой какой-нибудь таманской дивизии, которая выступит против, понимаете, и у них министр обороны не Дмитрий Язов, а у них сидит такой же головорец, как Сергей Шойгу, который не моргнет глазом, понимаете, Росгвардию возглавляет личный охранник того же Путина, денег уроник льют на этих ценах на нефть, понимаете, и все это, все это говорит, что они будут стоять, они будут стоять насмерть, другое дело, Запад знает, как это расшатать, у него есть для этого очень много возможностей, в первую очередь, этих финансовых, потому что вот эти массы своей деньги, они-то находятся здесь на Западе, вот этот процесс, который сейчас начался, вот этот санкционный, это не то, что вот сейчас сказали, по организациям пошли, это не такие санкции, они ничего страшного не дадут, потому что эти люди и так не ездят по заграницам, здесь надо заниматься конкретно олигархами, конкретно олигархами, вот этими Ротенбергами, Тимченками, Дерибаской, Абрамовичем, всеми этими людьми, все то, что в той или иной мере завязано на экономике того же Запада, той же Европы, вы думаете, они что, дураки были такие, что когда вкладывали туда, они для того это сделали, посмотрите, в случае с этим русалом, с этой Дерибаской, здесь же США, они потому что это настолько было завязано, что сначала закрыли, а потом вернули, потому что другие стали лоббировать, потому что это ударило по их собственному бизнесу, так что здесь это проблема не одного дня, и я вижу, что сегодня-сегодня как раз-таки в структурах Министерства финансов здесь в США, конкретная структура создается, которая будет заниматься именно этой проблемой, именно здесь в США, она будет работать в координации с европейскими структурами, и как раз-таки сегодня они решили именно отсюда бить, потому что это самое главное, вот это, это как раз-таки то больное место, которое еще, еще даже не начали использовать, но идет разработка, потому что зачем воевать в Донбассе, зачем воевать там еще где-то, когда можно спокойно вот таким образом сделать, вот кстати, Советский Союз вот так же и разваливали, Советский Союз каким образом разваливали, вы когда на полках, вспомните, ну вы молодой, у вас тогда еще не было, старшее поколение, мое поколение, оно помнит, пустые полки, все на талонах, естественно, очень было нетрудно собрать на Манежную площадь миллион, а сегодня, заметьте, главное, что происходит, это Москва и Петербург, Москва и Петербург живут намного лучше, чем живет вся остальная Россия, и поэтому вот если в Москве и Петербурге это недовольство перешагнет за половинку, тогда режим и рухнет. Спасибо вам за приглашение, и надеюсь, что все то, что я вот так, может быть, в черно-белой какой-то тональности рассказал, это может быть именно для того, чтобы людей серьезнее понимали бы, с чем сегодня они сталкиваются, потому что, с одной стороны, спасение утопающих, это дело, самих утопающих говорят, а с другой стороны, когда смотришь вот на эти все расследования того же Навального, вот этот дворец Путина, на реакцию российского общества, как вот это все происходит, и вот на эту сопротивляемость, понимаете, создается такое впечатление, что люди не думают о завтрашнем дне, потому что на самом деле, да, о завтрашнем дне, может быть, Путин не думает, и его окружение не думает, так же, как и все авторитарные правители, может быть, они мать все свои не думают, они же не читали Омара Хайяма, чтобы вспомнить такую фразу, да, бессмертных нет, и осознать пора, у жизни есть жестокое, но правда, у каждого сегодня есть вчера, но не у каждого сегодня будет завтра. К сожалению, многие об этом даже не думают, а об этом надо думать сегодня. Это был Рамис Юнус. Подписывайтесь на Ньюс Эйдер, ставьте лайки, оставляйте комментарии, присоединяйтесь к нам на платформе Патреон. Благодаря вашей поддержке на этой платформе мы можем делать такие материалы, повышать их качество и расширять спектр наших передач. Благодаря патронам мы запустили программу Антивести. И вот сейчас, в ближайшие дни, у нас выйдет премьера другой программы «Холодная голова». Это спецпроект о западном вооружении и противостоянии западной цивилизации «Автократия». Ну а наши патроны, подписываясь к нам на платформе Патреон, получат дополнительные эксклюзивные видео, текстовую аналитику и доступ в закрытые сообщества Ньюс Эйдер. Ссылки на Патреон вы найдете в описании к этому видео, в первом комментарии и в правом верхнем углу на этом экране, где также найдете видео, в котором я объясняю, почему имеет смысл задуматься о поддержке Ньюс Эйдера на платформе Патреон. С вами был Александр Кушнарь. До новых встреч. Берегите себя.